Станислав, я все-таки потратил 1200 рублей, чтобы приехать тебе на такси и задать всего один вопрос. Ты либо очень издалека ехал, либо ехал на бизнес-такси. Ну, разумеется. Издалека. Да, и я очень надеюсь, что твой ответ окубит мне мои ожидания, как минимум. В твоем последнем посте Instagram, ну в одном из последних, возможно. Хер знает, когда я это смонтирую. Вот, в твоем одном из последних постов Instagram была такая фраза о том, что в связи с появлением всевозможных новомодных техник, ну как там, например, лапел гард, возможно, ты имел в виду еще какие-нибудь там 50-50, дабл лапел, дабл гард, федерациям стоит пересмотреть правила проведения соревнований. Значит ли это, что тебя замахивают те позиции, которых ты не изучал достаточно долгое время? И что нужно вот просто взять и не усложнить, а упростить правила? Ну, то есть, условно говоря, понизить планку и запретить всю эту херню? Нет, я не считаю, что нужно что-то запрещать, потому что, ну, запреты, они просто обедняют любой вид спорта. Я не считаю, например, что, как в зюдо, да, захват за пояс или захват за, ну, диагональный захват за воротник, косой захват, что это плохой захват. Нет, хороший захват, просто он дает много контроля. Если этот контроль не реализовывать, то просто времени тратится много, результат нулевой. То есть, я больше за то, чтобы игра была открытой. Такие гарды, как Лапел Гард, зачастую, в силу того, что эта позиция дает очень много контроля, а человек, да, верхний, да, имеет хорошую базу, хороший баланс, например, он понимает, как удержать этот баланс, да, игра становится закрытой. То есть, один пытается свипануть или, там, забрать спину или перейти на какую-то атаку, но не может, потому что верхний занял хорошую базу, хороший баланс и контрит его. И получается, что люди, как бы, завязались, да, и нет никакого разметия. И это касается не только Лапел Гарда, но и 50-50. Я не считаю ни Лапел Гард, ни 50-50 плохой позиции, не считаю, что это позиция для столинга, потому что, что мы видели, как Робсон Матерус сабмитит людей рычагом в локте из 50-50, просто один за одним люди улетают у него. Вот, это один пример, но есть другие примеры, когда люди попадают в 50-50, и это даже не обмен свипами, а один как бы пытается свипануть, как бы забрать спину, второй пытается как бы пройти гард, и в итоге, там, 3-5-6-7-8 минут, вот это все длится, нулевой результат, они в этой позиции начали, они в ней же и закончили уже при команде пару реферов. Мне кажется, что это просто, ну, для зрелища и для самого джиу-джитсу, в принципе, плохо, потому что игра закрывается. Ну, как бы, скажем так, все любят смотреть, когда люди идут в обмен позициям, когда есть свипы, когда есть различные выходы на болевые, на удушающие, когда есть проходы гард, когда есть трейдауны, и очень мало кто любит смотреть вот эти тактические битвы, да, когда дабл-гард-пулы, люди завязались, кто кому выйдет за спину, там, за вот эти 20 секунд, которые идут. Ну, как бы, это, конечно, тоже часть джиу-джитсу, я к тому, что, возможно, судям стоит пересмотреть сами эти позиции, возможно, вот как с дабл-гард-пулом, было, да, одно время люди могли сидеть сколько угодно в дабл-гарде, потом федерация решила, что не больше 20 секунд, потом пенелти обоюдные и подъем в стойку в нейтральную позицию. Возможно, какую-то аналогию можно будет применить для таких позиций, как, например, 50-50 и лапел-гард, когда люди завязываются намертво. Но я не говорю, что это должно быть 20 секунд, какое-то более разумное время, когда нет никаких технических действий, нет уже попыток даже технических действий явных, возможно, стоит людей просто развязать. Я понимаю, что это очень такой, ну, скептический момент, да, потому что кто-то скажет мне, блин, я в эту позицию специально завязал, да, я работаю из лап-л-гарда. Вот, я это прекрасно понимаю, но тогда надо работать более результативно. И это касается также и закрытого гарда. В закрытом гарде, если вы человеку сложили осанку, да, полностью сломали, и вы не начинаете работать, вам дают пенелти, как минимум. Вот, потому что вы человека сдерживаете, вы не даете ему развиваться. Вот, здесь, возможно, стоит сделать некое, ну, аналогичное, да, решение, тоже давать пенелти более активно. Вот, возможно, ограничить время работы в этой позиции. Также, это не единственное, к чему у меня есть претензия. Например, я считаю, что вот эти постоянные выходы за зону татами, они тоже должны как-то более явно наказываться, потому что один раз вышел за татами ничего, второй раз вышел за татами ничего, третий раз вышел за татами, может быть, пенелти. Но этого недостаточно, я просто считаю, что... Стоит вырыть ров и заполнить его кипятком? Ну, не обязательно, можно холодной водой заполнить. В том, что, допустим, в вольной борьбе, да, есть вот это понятие step-out point, да, вышел за рабочую зону, пал сопернику. Я не говорю, что надо сделать точно так же, но, возможно, стоит более строго относиться к этим выходам за татами, потому что люди избегают борьбы, передвигаются ближе к краю татами, потому что, когда начинается какой-то экшен, если они начинают его проигрывать, они автоматически вылетают за татами, экшен прекращается, их поднимают в нейтральную позицию, без оценок. Ну, а время съедено. Мы передадим вашу просьбу? Да, спасибо. Куда следует. Ну, вернемся тогда к этой штуке со столингом, с позиции, где один не дает, а второй не развивает. Маунт. Маунт. Сложно сказать, что можно ограничить время работы. Почему? Потому что человек залез в маунт, да, то есть это, как бы, в принципе, одна из самых доминирующих позиций, то есть маунт и ландрон спины, да, с керчками, две самые доминирующие позиции, то есть, как бы, позиционно развиваться дальше уже некуда, дальше идут только сабмишины, да. Ограничить там время работы, наверное, будет несправедливо, потому что человек, ну, возможно, он очень долго шел к этому маунту, да, он, допустим, просидел минуту и потом его оттуда скинули в стойку в нейтральном положении, это, наверное, будет несправедливо. Но вполне возможно, я лично считаю, что не должно быть такого, что верхний завес маунт, заправил ноги вот так вот под ноги нижнего, поставил вот так демонстративные руки, продавил его тазом и сидит вот так вот. И за это ему не должно быть никаких заняться, потому что, типа, он уже, ну, позиционно позиционно... Так и есть сейчас, полтора. Да, сейчас так и есть, но я считаю, что это, наверное, неправильно, потому что он должен показывать хоть какую-то работу в плане того, что он должен... Я не говорю, что он должен обязательно прям пытаться, да, сделать болевой. То есть не должно быть такого, что вот он рискует потерять позицию, да, и в итоге проиграть схватку, прям обязательно должен попробовать, допустим, в рычаг локтя сесть, да, на рычаг локтя, в котором он не уверен. Я не говорю, что так должно быть. Но я говорю о том, что он должен пытаться работать, как минимум, воротники, да, пытаться утушение сделать, пытаться изолировать руку, изолировать шею, Потому что демонстративная просто позиционная борьба, это будет похоже больше на вольную борьбу, где нет болевых, где даются баллы за перевороты, за удержание и т.д. и т.п. Мы тогда можем просто делать джу-джитсу безсобмешно. Сел, продержал, не знаю, 5 секунд, 10. А может, как джу-джитсу 30 секунд в маунте, ладно, хрен с ним, минута в маунте, и все, закончился чистой победой, ввиду явного преимущества. Да, это будет иметь больше смысл, чем это есть сейчас, а то получается по факту так и есть. Человек селдмаунт, он держит, просто он держит не минуту, а до конца схватки. Я не говорю, что держать 5 минут вот так это легко, да, это нелегко, это статика такая. Но просто вы почти никаких шансов не даете нижнему, можно, конечно, сказать, что нижний сам в этом виноват, что он допустил такую позицию. Да, вообще лох. Да, вообще лох, но тем не менее, мы все-таки хотим видеть, что в единоборстве, где есть сабмишн, да, где есть возможность, закончить схватку досрочно, где есть болевые удушающие, огромный спектр. Мы все-таки хотим видеть, что человек, как минимум, пытается их сделать, что он хочет закончить схватку досрочно. Если мы видим, что человек просто, не, я не буду, мне нормально. Но я не говорю, что ему надо давать минуты каждые, там, 20-30 секунд. Но как минимум, раз в минуту уж точно стоит. Потому что мне кажется, что это не зрелищно, как минимум. Спасибо. Пожалуйста.